всем привет и всем здравия друзья сегодня же опять у нас все те же 21 апреля ветреный денек непонятно то холодно то теплеет в общем времени 4 почти я только проснулся быстренько собрался и мы сейчас едем в лес за соком стоит у меня там бутылка уже который день не могу забрать вот то смена то работа то дожди то холодрыга в общем выбрались поздновато конечно но нормально весна набирает обороты скоро будет ее пик цветения но пока все зеленеет свежая зелень вот красота вот тюльпанчики у нас здесь просто красавцы моет это прям вообще вот такой у нас здесь под окнами огород занимается человек дай бог ему здоровья ну вот что грех от до слез взяли убрали здесь загородку два дня назад сейчас все затопчут он как этот аж до слез говорит человек старается для людей так все хорошо было вот бабуля горит собянин приказал красавцы какие красавцы весенние красавцы а то кто знает еще будут здесь тюльпаны еще ли нет все затопчут блин он здесь все скопал все здесь высаживать каждый год ой ну говорю прям вот вы воистину бабуля прям по рукам бьют ой нарцисс уже все цветают вон они красавцы тоже здесь от тюльпанчик раскроются ну что ж я снова на педалях снова в седле гоним уже по отработанному маршруту сейчас через ту половину города на трассу вот ну и хотелось бы конечно посмотреть мне там отписали что пошли сморчки это деликатес если кто не знал вот посмотреть там с краешку ну может быть на полчасика костерка немного пожечь и погода вроде бы раздула непонятно вообще то дождь тут ветер блин тут завтра была бы нормальная у меня завтра 8 45 автобус на каменку надо бы заехать что-нибудь на перекусом взять а заборчик снесли горит собянин приказал ну скорее всего нет сегодня воскресенье сейчас народ сдать попрет хотя как бы не такая уж прям особая пора но уже народ сезону готовится сажают копают убираются подкачал час колеса это намного уход легче да кстати я снимаю сейчас такой же камерой но другой новой которая приехала и это у нее премьера сегодня представляете за 14 лет за 14 лет это огромный срок блин эта камера в работе снимает сейчас 1080 full hd получается формат высокого качества так что вот такие дела с премьерой та у меня беленькая это красная это камера андрея николаевича посмотрим как держит батареечка как ну в общем то я дом проверял вроде ничего ой народу на пруду выходной день ой еще раз всем привет я там как то говорил что цветы цветы куда то пропали вот почему то здесь вот и есть на этом пятачке одуванчики больше нигде не видать прям странно специально что ли где сеяли и против ветра блин ветер сильный блин уже запыхался знаете что недолго осталось туда ехать чуть блин еле до грех ветер сильный зараза прям против ветра о светофор нынче работает на нас как все зазеленело В трассе подъезжаем, сейчас по обычаю посмотрим, как изменилась цена на топливо, если изменилась, и круг давать я не буду, ниже там спущусь вдоль ступенек, тут поближе будет намного, хотя особо торопиться некуда. Да, зато обратно, по ветру будем. Трасса М2, Крым. Ну что, смотрим, сколько у нас топлива. Соляра, 95-й, 55-49, 92-й, 49-29. И Соляра, 64-59 и 62-89. Это на подъезде в Москву. Сегодня же 21 апреля 24-го года. Ну а мы сейчас вон там свернем покороче. На месте я почти. С этой стороны воды полно, блин. Она и так была после снега. А добавили еще и дожди. В общем, тут, блин, болото. И как туда обходить, я потом возле этой забора потом посмотрю. Вот здесь, блин, даже это, в дороге поливало, блин. Так, а бутылка у меня стоит сколько уже? Да блин, дней пять, наверное. Уже сок-то-нибудь закис. А, ничего, сейчас бражки. Бражечки. Так, ну. Бутылки не видать отсюда. Тут шарится, блин. Так, а здесь я... А, нет, следующий. Пролет. Это наша красавица. Наша красотка весенняя. Принцесса наша. Самая красивая в городе. О, как за эти дни все, блин. Ну, прям лето. Чего-то соловьев только не слыхать. Ну, вообще-то должны быть. Ну, что, ребят, бутылочка стоит. Вот она, красоточка тоже наша стоит. Сок-то уже кончается, все. Кто не успел, тут опоздал. Сейчас мы крышечку поставим. Смотри, не прокис он. Вообще-то... Не, нормально. Ну, думаю, что в этом сезоне крайний сок. Не знаю, может быть, еще доведется поставить. Погода разгуливается. Погода разгуливается. Мы еще не открывали сезон с Андреем Николаевичем. А давным-давно бы уже пора... Блин. Помните, как это? 12 улей. Как там? Когда в Крыму они были, землетрясение 28-го года. Землетрясение встало на пути великого комбинатора. Ну, а здесь дожди, холодрыга. Вчера, по-моему, вчера видос тут мне сбрасывал. С Нижнего Новгорода. Снег, что ли, там выпал? Не знаю. Ну, похоже, видео свежее. Да неудивительно, в принципе. Тут, говорю, Подмосковье и вообще Московская область настолько понятие растяжимое. Это я еще не на юге Московской области. Это туда, в сторону Серпухова, Чехов. Серпуховский район. Это все Подмосковье. Там южнее намного. Там уже ландыши, возможно, уже растут. И так далее. А вот севернее, в сторону Дмитрова, Твери туда. Там еще, может быть, в лесах снег лежит. Так что, вот такая разница. Где-то на водоемах лед, возможно, еще есть. Неудивительно. Вот что такое Московская область. Так, ну что, костерок делать маленький. Давай минуту на полчасика. О, блин, ну, наконец, я сок забрал. Блин. Ну, хорошо. Паш просил, на работу еще привезу. Так, ну, костерок мы сейчас вот здесь с Камстролием, на нашем месте, вон там. Ненадолго. И в обратный путь. Приемочек к собой взял прогуляться. Первый раз на природе. У нас сегодня вообще у одного первый раз и у другого. Паша мне мой дружище подарил. Вот, сегодня подзарядил там аккумулятор. Вот. Думаю, надо посмотреть, как он на природе берет. Ну, вроде, неплохо. Неплохо. Дома вообще по нулям. Как и все остальное, в принципе. Вот, ладно, разжигаем костер. Красавицы и кубку счастливому глядут. Пока... Ах, ну вот и костерок. Красота. Яндекс-карта вам сообщают, что дороги у вас почти свободны, но непостоятельно идется. Но врезан тоже... Не взял с собой ничего перекусона. Хотел заехать, блин, там с этими бабками, с этим забором, блин, и... планировал. Думаю, зайду хоть что-нибудь перекусить. То есть, сегодня еще даже не жрамше. Вот. Так, хлебушек у меня забыла про него. птичкам вез, с работы остался. Ну, вот сейчас разделили птичкам и себе. В детстве бывало объедение черных хлебушек с солью, с молоком, блин. пальчики оближешь. Ну, это как сейчас? Тостер, да? Бля, такого слова-то отродять не было. А он же не русское, я, блядь. Как, в принципе, сейчас многое другое. Главное, заменить нечем. Смартфон, вот, это не русское слово, да? А по-другому, как? Телефон? Ну, в принципе, можно. Да, современный телефон. В принципе, все можно заменить. Только слово хлеб, по-моему, никогда ничем не заменишь. Кстати, до сих пор не могут найти, как называется, дискостный заменитель. Это запаха хлеба. Насколько я знаю. Под музон еще. Да, приемничек на природе хорошо работает. Широкий FM, там 2 FM. Короткий, в общем, надо будет взять, полазить с ним. А то дома вообще не берет ни хрена. Там эти вышки и просто дома блокируют, что, не знаю. В общем, у меня дома вообще FM не берет. Так, или-или что-то. Ой! С корочкой, ржаной. Это Бородинский еще. Я буду долго гнать велосипед. Александр Рыкин. Да, нету его уже давно. И солюшка у нас есть. Да, 90-е. Раньше проходили концерты. везде и много. В общем, сборные такие. То есть, рок-ревю, например. Я был несколько раз во дворце ЗЛК. И все было по-простому, без всякого там пафоса, блин, без всякой хрени. Я со Славиком, Малежиком пиво пил за одним столом. Середина 90-х, где-то. Вторая половина. Ну, может быть, чуть раньше, где-то так. Вот, это времена, когда Черный Обелиск, Черный Кофе, Ариэль, все тогда вместе в одном концерте были. Отдельные певцы там ЧОС был по Москве, когда стадионы, блин, можно сейчас это представить. Ведь этого сейчас уже нет. Знаете, будет. Я вам точно говорю, это будет. Но попозже, я думаю. вот она, долгожданная весна, матушка пришла. Сегодня ребята отписали, Стас, бросай все, свои дежурства, нахрен, все, блин, бросай. Приезжай в Дедеркой. Вот, все цветет и пахнет. Ребята, я знаю, бывал я в Дедеркой весной, в мае. Вот, не только в нем. В Сочи, Геленджик, там, это, да, сейчас классно, конечно, классно. Еще в июне, то есть, там еще розы вовсю цветут. Позже уже там, конечно, все это отходит. Но, нужно на опыск чем-то зарабатывать. Хотя, вы знаете, я каждый год откладывал по чуть-чуть. немного набирал, добирал, в общем, так всегда ездил. И в этом году я ничего так и не смог накопить. Ничего. На билеты вот сейчас есть, честно говоря. И то там, с налоговой свалились немного денег. Я думал, придет позже. Вот. Как раз на билеты. Ну и помимо того, ведь надо тоже на что-то. В общем, отпускные надо где-то брать, занимать. Не хочется влазить в долги. Блин, ну правильно там парень отписал, говорит, хер его знает, что будет завтра. И вообще в будущем году. То есть, понимаете, к чему же? То, что съездить в отпуск, там, скажем, на юга, когда это всегда было нормально. Как бы ничего себе любой мог в общем-то позволить. Вот. Теперь это уже удел довольно не бедных людей. Потому что там каждый день пребывания можно посчитать скромно у Дедеркои было. 1200 вот в том году было. Полторы. Ну, это правда был август. Вот. ну, и там, ну, от тыщенки. Плюс кормежка, то-се, две-две с половиной в день. На 10 дней смысла нет. Потому что, ну да, люди выезжают, часто бывает, отпускаем, делят. Это сейчас, блин, клопа раздавил вонючего. А, кстати, про клещей-то я бы, мне Паша писал, блин, говорит, клещей до хрена. и посмотреть бы, пройтись эти сморчки, блин. Хотя, время 5 уже. Вот. Так что, блин, клопа раздавил вонючего лесного. Фу, блин. Все, пипец. Сейчас надо приеду бушку опять мыть. Блин. Фу. Так что, вот такие вот дела с отпуском. С билетами тоже. Потому что, рейсов сократили. Я говорю про самолеты. Про цену я уж молчу. В том году мне вышло почти 25. с весом. Вот. Сейчас, по-моему, я смотрел это где-то месяц назад. Было 10 кило. 5. Ручная кладь. 10 с собой. Вот. В принципе, я влезаю в эти 10 со своим снаряжением и по минимуму. Вот. Но там уже цены другие. Но. Надо еще на время, то есть, брать загодя. Поэтому тут, блин, надо сейчас шурстить. Я сейчас вот надо на неделе, что ли, в общем, поконкретнее все узнать. На когда? Потому что там тоже непонятно, блин, с отпуском. Дед молчит у меня там. Я говорю, блин, нахер мне 2 июня. Говорю, давай мне хотя бы дней на 10, недели, на 2 вперед. потому что там тоже сезон такой, начало июня, как бы дожди, ветра, море еще не совсем прогрелось. Вот. И я хотел бы не на 25, на 20-25 дней. Прямо на весь отпуск. А будь моя воля, блядь, я вообще бы нахер сейчас там был уже. Спрашивают. Стас, давай все, бросай. У меня планы-то другие были. Стас думал вообще зимовать в Абхазии в свое время. Всем известно, да? Про пенсионную реформу не слышали? А-а-а. И тут у тебя просто выбора нет. Или ты работай, блин, как хочешь крутись, блин. Робес, мне, кстати, МК-60 кассета. Те еще первые, которые на рынке продавали. Вот. Так что вот такие дела. Не все так просто. И вот пацан пишет, говорит, что мы взяли карту. Карту Сбера. Ну, не реклама, ни в коем случае не реклама. Может быть, кто-то там еще какие-то наверняка есть. То есть, по карте там полтинник, стольник, смотря там, вот. Невыгодно оттуда деньги снимать. Невыгодно. То есть, пользоваться чисто картой. Там, скажем, на год, может быть, на два, там, в принципе, 50 штук по нынешним временам. за год, там, скажем, можно, в общем-то, если не влазить еще куда-то, то отдать можно. Хотя бы для того, чтобы смотаться, отвезти, вот как у меня знакомая. Вот. Они тоже брали карту, чтобы ребенка отвезти в Крым. В Алуште они отдыхают. Леночка, это я о тебе говорю. Да-да, привет. Вот. И что? Правильно и сделали. Потому что хрен его знает, что будет дальше. Так, ладно. Пять. такой мини-обзор приемничка X-Data D368. Наверняка обзора есть. 2 FM расширенный от 64 до, ну, короче, там вторая полоса от 87 до 108. Ну, и тут целый ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, длинных, ну, на коротких, там, ой, коротких, на длинных, там сейчас. надо смотреть, тестировать. Хотя, что там тестировать? Подставочка. Нет, Sony 11-й модели нравится. Есть там у одного пацана, дракон, пацана, ну, тоже нравится мне его канал. Правда, видосы редко снимает. Вот у него Sony 11-я. Хорошая машина, блин, раритетная, настоящая, та еще, которую создавали конструктора, то есть, относится к винтажной технике примерно такого же размера. Вот. Да, есть они в продаже, бывают, иногда на Авито, не новые, конечно, но в неплохом сохране. Вот, здесь зеленая клавиша включается. Вот. Побольше он даже, по-моему, или такого же размера. Но, блин, стоит, конечно, не 3 копейки. То есть, я видел там, ну, то есть, уже суммы. Вот, а здесь, ну, что тут? USB-шка, можно смотреть, крутить, музон, вон, вставляется, это, USB-шка такая, такая. Ну, то есть, современка. Наушники. И подзарядка от пэвербанка или от солнечной панели, от чего угодно, от компьютера. Вот такие дела. Так, времени ровно 5. Выезжаем сейчас по трассе, вот так, через заправку. Зайдем, купим сачку, там, баночку маленькую, что-то охота. После работы горечь, вот, там у нас отрава, блядь, какая-то. То ли зимой клопов, вот мы травили, блядь, вот эта вонь стоит, блядь, прям просто она, прям ей пропитываешься, этой вонью, блядь, вот, два дня нужного, чтобы себя приходить. Ну, вот. И сейчас это, сачку попить и потихоньку домой. Вот, завтра у меня, я надеюсь, поездка состоится. Вот, заеду, сейчас еще подкуплю там кое-чего, лучку, по мелочи, там помидорчиков, парочку огурчика, вот, потому что ехать долго, там раньше по дороге кафешка была, вот, сейчас не знаю, поэтому. И домой, и сразу видите видос, который снят сегодня, камерой, которая впервые, вообще новая, новая, абсолютно новая, посылочка, там рядышком видос есть, камера Андрея Николаевича, кодек PlaySport ZX5. У меня такая же, но у меня поработанная, так скажем. В принципе, это снаружи на потроха-то никак не влияет. Так что, отсюда с леса вам, ребята, всем огромные приветы. Сачку мы набрали. Благодарим матушку природы. Так, сачок у нас пошел в сумочку, в рюкзачок, и мы скоро выдвигаемся домой. Да, как же быстро. Вот совсем недавно я здесь был, снег лежал, е-мое. Вот так, кстати, придет быстрая осень опять. Лето пролетает. Июнь не лето, а июль уже не лето. Так что, какое оно еще будет, если у нас уже в июле желтые листья начинают. что тут. Так, ну ладно. Нам, значит, сейчас надо еще посмотреть в плане как заброску проводить. Раньше там забора не было. Поставили забор из рабицы. Раньше не было. Можно было с дороги там спокойно. А сейчас хрен, блин, тут кругом болото. Посмотреть там вдоль забора можно пролезть. Ну, а те, кто в лес собирается на выходные, на потом, берите антиклещевые репелленты, брызгать не забывайте. это я тут ненадолго и то. То есть заворачиваем брюки, носки в брюки, вот так вот. Головной убор, желательно светлое что-нибудь такое, чтобы видно было. Не камуфляга, она тоже нормальная, но на ней она понятна. То есть, что бывает грещи-то разные, мелкие, там, покрупнее, блин. Вот. Головной убор. И осматриваться хорошо вдвоем когда друг дружку осматривать. Побрызгаться, я вот пользуюсь, вот сейчас подешевле, арифтамид, гардекс и стрим, там, другие, вот, они нормальные. Так что, с вечера, там, или перед поездкой, там, перед, побрызгали, в салфановый пакет сложили, все барахло. А утром, там, или когда собираетесь, оделись, и нормально, у вас вся ткань будет пропитана запахом. Работает, там, порядка 10 дней. На самом деле, больше написано, но работает, работает нормально. Вот и все хитрости, премудрости. Так, ну что, пора выдвигаться, темнеет уже. решил здесь кружочек сходить посмотреть, может быть, сморчки есть, ну, так-то особо-то не увидишь, ну, уже есть, это точно, потому что я в это время, вот, ну, заодно и глянуть, что здесь, бомжовский шалаш, там, в одном из видео я показывал, никто здесь не появлялся, нет, никого не было, никого не было. Да, долго они здесь жили, наверное, лето. Основательно так, более-менее. Что удивительно, бутылок нет. Да, наверное, не пьющие были. Смотрите, только попить, вот, пятилитровки, такие там, пол-литровые. Да. Ну, ничего, бухать надо или не надо, или в меру. Потому что такие времена, что сейчас башка должна быть трезвой. И так информации хватает, блять, грузит по мозгам, блин, кругом негатив. Вот поэтому надо выбираться на природу. Денек побыли, и красота. Машины сейчас у всех практически. Даже у меня есть, вон она стоит, с педалями. Выехали в лес, даже после работы, потому что город еще, блин, ладно, еду. Да, седьмой час, однако, 40 минут стрима было, болталку обо всем, своего рода как анонс сегодняшнего вот этого видео. Ну а мы выезжаем, пора, солнышко садится, чувствуется, похолодало. Прошелся, я здесь посмотрел заодно грибочков, пока не вижу, может, проглядел, хрен его знает. Так, ну что, выезжаем, выезжаем, дочь, все, пора, пора до дому. 27-го опять трасса М-2, в Москву-то побольше народиц едет, сдач возвращаются, завтра понедельник, рабочий день. Ну а я вам отсюда со стакады трассы М-2 говорю, до свидания, до будущих видео. Всем пока. Сегодня же 21-го апреля 24-го года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА